Монах Симеон Афонский 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 то ты найдешь и то, ради чего стоит жить. Как среди пшеницы быстро растут сорняки, так и в мире. Быстрее всего появляются злые люди, сорняки. И Богу нужно много труда, чтобы вырастить добрых людей. Четкий для ума, словно хлыст для норовистого коня. Когда конь усмирен наездником, он понимает его приказания без хлыста. Если в духовной жизни сердце страдает и болит, значит оно очищается. Если оно болит каждый день, значит оно каждый день очищается. Каждый день обновляйся, и каждую ночь сделаешь светлый, как тень. Чтобы ужило духовное сердце человека, должно умереть его страстное сердце. Своим умом не препятствуй воле Божией, которая заботится о тебе благодатью. Спасаться по книгам – то же самое, что лечиться градусником. Ты рождаешься в жизнь и становишься человеком, только преодолевая скорби. Не будь их, ты стал бы иждивенцем самой жизни. Говорить правдивые слова об истине – это все равно слова. Но сама истина выше слов, ибо она – мир и радость во Святом Духе. Трудными обстоятельствами и скорбями Бог помогает нам вернуться к самим себе. Тот, кто в религии привержен к внешним формам, со временем становится ее противником. Видеть недостатки других – значит приобретать их. Не борись с дурными мыслями, просто не имей их. Дурными мыслями предается непостижимое. Тот, у кого гордое сердце, подобен палачу. Не выходи из сердца, не попадешь в плен мыслей. Малая вера многословна, большая вера любит молчать. Но не всякое молчание имеет веру. Вечное воскресенье не входят в душу с малой верой. Если пройдешь бесстрашно сквозь мысли, то найдешь бессмертие и мир Божий, который превыше всякого ума. Вечность может сделать нас только вечностью. На меньшее она не способна. Нерешительная душа, подобно дырявой бочке, в которую нельзя налить масло. Единственный враг человека — это сам человек. Правду невозможно обнаружить с помощью лжи. Откажись от лжи, и то, что останется, будет правдой. Отбрось жалкую погремушку ум и обретешь разум, дабы обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Покоришься миру — потеряешь его. Покоришься суете — потеряешь себя. Никогда не делай себе вещью и рабом вещей, и ты станешь человеком. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Похорони свою душу, от которой ты устал, чтобы расцвел твой дух, которым ты будешь жить вечно. Своим умом человек не может сохранить даже самого себя. Чистоты сердца достигают с помощью Бога, а не с помощью своей чистоты. Жизнь отвергает в самолюбивых и гордах, и они сами себе служат наказанием. Чем сильнее твое желание какой-либо вещи, тем дальше оно от тебя в этом суетном мире. Стремиться обладать земными вещами значит презирать свою собственную жизнь. Всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Если хочешь победить ложь и обман этого суетного мира, иди за Евангелием, и оно приведет тебя ко Христу, который обитает внутри тебя. Без Бога нет ближнего. Ближний может быть только на пути к Богу. Любое знание тягостно и убивает душу. Только познание Бога возвышает ее и спасает. Храни мир своей души обеими руками. Одной рукой не давай заботам нынешнего дня втянуть тебя в попечении о делах, а другой не позволяй миру души своей убегать наружу. И так спасешься. С безмолвием говорят на языке безмолвия, но голос безмолвия подобен раскатам грома. Этот мир в одно мгновение возникает и в одно мгновение умирает. Но человек не успевает это заметить, ибо живет еще меньше этого мгновения. Бог каждому человеку уже приготовил все для его спасения. Только часто сам человек не готов принять этот дар. Раньше было мало книг и много спасающихся. А теперь много книг. И кто скажет, как спастись? Не мыслить пустое значит перестань быть больным духовно. Предельное мужество сопротивляться дурным мыслям и быть ниже всех, угождая не человеком, но Богу. Предельная смелость по стяжении Бога и стяжании святости, ибо жизнь — Христос и смерть — приобретение. Познай цену своего молчания и никогда не узнаешь потерь в духовной жизни. Если ты хочешь начать свою жизнь завтра, значит, уже сегодня ты мертв и останешься мертвым и завтра. Страдание — это всегда удар по самолюбию. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если сердце научится жить в страхе Божием, оно уже не осмелится жить в грехе. Быть добрым значит быть мужественным. Для благодати Божией нет ни городов, ни тюрем, ибо ничто не мешает ей прийти в сердце того человека, который ее полюбит. Никакая сила не может изменить природу добра, никто и никогда не может быть источником наших страданий, кроме нас самих. Неизменно каждое мгновение держись одного Бога, и Бог сам будет поддерживать тебя. К тому, кто все отдает, все приходит. «Постичь Бога» значит перестать отождествлять себя с тем, что ему чуждо. Сердце гибнет, когда оно стремляется к вещам, и оживает, когда отрекается от них. Только настоящее сердце может познавать настоящего Бога. истинно истинно сама ищет сердце, которому она может доверить себя. Если добровольно отдашься суете, то потом за ней пойдешь по неволе. больше всего бойся суеверия и суемудрия. Нигде и никогда не может быть новой источник и счастья, как в тебе самом. Из всех людей самые несчастные, тех, которых ни о чем нельзя попросить. Убивает не работа, а забота. Печаль и веселье – это обочина счастья. Уныние и гнев – это искажение счастья. Привязанность и неприязнь – это потери счастья. счастье – это то, к чему нечего добавить. Науки изощряют ум, но губят разум. Ученых много, а разумных людей мало. Тишина твоего сердца – это голос Бога. Но к такой тишине приходит только скорбящее и страдающее сердце. Есть отречение от своей души ради мира. И есть отречение от мира ради своей души. Наученные знания окова души. бесплодная смоковница, на которой не найти духовного плода. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Отсутствие заботы попечений никогда не должно быть поводом к угождению плоти. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Нечистому и ропотному сердцу Бог помогает прийти к покаянию и смирению тяжелыми условиями жизни. А смиренному и терпеливому сердцу условиями, способствующими духовному росту. Живи так, чтобы твой ум не мешал тебе жить. До тех пор, пока мы что-то знаем, мы никогда не приблизимся к истинному знанию. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Бежать в поисках такого места, где наше самолюбие не будет уязвлено другими людьми, значит из огня броситься в пропасть. Испытывать неприязнь к другим людям то же самое, что испытывать неприязнь к своей тени. для чего думать о пустом, если мы имеем возможность думать о главном, о своем спасении. Выберешь этот мир, он тебя и убьет. Выберешь Бога, он тебе подарит вечную жизнь. Лучше переплыть ручей, чем посуху перейти море. Лучше в смирении стяжать малую благодать, чем от гордости потерять большую. Когда пастух ведет стадо на пастбище, то идет впереди стадо. А когда он пасет стадо, то идет позади него. Когда Господь открывается людям, то становится впереди людей. А когда смиряется, то становится позади них. Успей отречься от мира, прежде чем мир отречется от тебя. То, что постоянно уходит, постоянно возвращается. То, что постоянно умирает, постоянно рождается. То, что постоянно стареет, постоянно обновляется. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. «Если не позволять людям быть откровенными, не услышишь ничего для себя полезного. То, чего мы требуем от других людей, именно этого у нас самих не достает. нет». Суровые обстоятельства жизни загоняют нас в узкие врата, которые открываются в бесконечность. «Ты живешь в этом мире столько, насколько привязана к нему твоя мысль. Если пройдешь мимо страждущего брата твоего, то никакая молитва не поможет тебе. Ложь может создавать иллюзию освобождения от лжи, но все равно это будет ложь. Скорби это ограждающие барьеры на твоем жизненном пути, установленные милосердием Бога. «Там, где я, там неправда, а там, где не я, там правда. И уже не я живу, но живет во мне Христос». Добро это и есть единственная форма жизни. Почему люди не спасаются, хотя много молятся и постятся? Потому что жизнь ближних превращают в ад. Упрекать людей за их недостатки все равно, что упрекать зеркало. Отсутствие добра не скроешь добрыми словами и смиренным выражением лица. Последний предел любви к самому себе ненависть к другим. удержи минутный гнев и без хлопот проживешь сто лет. Только настоящее счастье не имеет ни конца ни предела. Один верный человек лучше тысячи предателей и одна добрая мысль лучше тысячи пустых мыслей. Светильник для тела есть чистый ум, то есть твое чистое умное око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Совершив зло, человеку приятно утвердиться в мысли, что кто-то другой был этому причиной. как только мы цепляемся за этот мир как за опору, он становится бездной. Даже малое прегрешение уводит сердце далеко и надолго от Христа. Я один виновен во всем дурном мире, потому что во мне все грехи. Стоит лишь появиться малейшей привязанности, и ты разлучен со Христом. Держись одного Христа, и он сделает все, что нужно для твоего спасения. Одному человеку хватает нескольких деревьев, а другому нужен весь лес. Одному человеку для его спасения хватает несколько слов, а другому бесполезны целые библиотеки. Часто обстоятельства бывают для нас как смирительная рубашка для безумного. Царство Божие это царство истины, в котором любят не словом или языком, но делом и истины. Хотя небо и высоко, но до него в любое мгновение можно достать рукой. В том сердце, в котором все, зараженное грехом, помыслы, желания и страсти отсечены и отделены непрестанной молитвой, соединяются небо и земля. Кто не боится Бога, тот боится смерти. Но того, кто боится Бога, разве устрашит что-либо кроме него? В грехе мы обретаем смерть и тление, а в свободе от греха без смерти и нетления. Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Новая жизнь во Христе дается нелегко, потому что она единственна и есть истинная жизнь. Выйти из мира это значит выйти из мира мыслей, потому что плоские помышления суть вражда против Бога. Мысли если их не слушать подобны комарам, а если их слушать подобны слонам. Бог никогда не уходит от человека, только человек уходит от Бога. легче помогать другим, чем самому себе. Сначала мы идем по пути, а потом сами становимся этим путем. Длительное терпеливое совершенствование в одном роде духовных занятий неизменно приводит к великим духовным приобретениям. Когда кажется, что всему конец, именно тогда в духовной жизни все и начинается. Мир подобен неустойчивой лодке, которая постоянно переворачивается, когда за нее хотят ухватиться покрепче. даже одна капля из океана бессмертия полностью уничтожает смерть. Лучше сто раз отказаться от самого себя, чем один раз от Бога. Наша жизнь на земле не наша настоящая жизнь, ибо Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его. Одни и те же мысли преследуют человека везде, куда бы он от них не ушел. Оставь логику этому миру и посвяти сердце постижению вечности. Тот, кто постоянно всем противоречит, наказывает самого себя. Изучая отцов, мы сами еще не становимся отцами, ибо ими становятся не от слова, а от дела. Каждое слово борется с другим словом, и только истина самоочевидна. Что такое духовный путь? Смотри беспрерывно, и ты увидишь. Слушай беспрерывно, и ты услышишь. Удерживай ум беспрерывно в Боге и с помощью благодати Божией, ты покоришь его терпением. Все видения до входа внутрь. Когда войдешь, уже нет видений. Что такое духовный труд? Трудишься, трудишься, и кажется, что ничего нет. И неожиданно ты оказываешься внутри. Пока человек не устанет от самого себя, не образумится. Образумится лишь тогда, когда сотворит достойный плод покаяния. «Отворачивайся от людей, мы отворачиваемся от Бога». Отворачиваясь от Бога, мы отворачиваемся и от людей. «Не сгнои себя среди книг и не состайся в их изучении, ибо жизнь вечная ожидает тебя в твоем сердце». «Откажешься от себя, обретешь Бога. Откажешься от Бога, потеряешь и Бога, и самого себя». Страсть — это смерть. Бесстрасть — это бессмертие. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерчале эти дела плотские, то живы будете. Жизнь мира унизительное исполнение желаний плоти и помыслов. Жизнь духа добровольное следование возвышенной воли Божией. Поколение сменяет поколение подобно пене на поверхности моря. Ибо всякое плоть как трава. От малой неприязни до предельной ненависти всего один шаг. Полезные слова подобны полезным лекарствам, но для тех и других полезнее всего мира. то, что не пребывает с нами всегда не истинно. Небо открывается душе только на кресте. Достойно сожаления, когда ум велик, а разум болен. когда разум здоров, ум не вредит человеку. Жадность к суетному знанию подобна болезни. Истина всегда благодатна, поэтому она вечно жива. Мирское знание – это суетное любопытство, обреченное в систему. Воображение и нестойкость ума – опасные ловушки на духовном пути. Не понять святое без святости, не обрести божественное без Бога. Бог хочет нам дать жизнь вечную, а мы пытаемся удержать жизнь временную. Суетный ум неизбежно омрачает разум и ожесточает сердце. Бесстрастие – это не бесчувствие, а духовное преображение. Болезни – это лекарство от несмирения и от неуемных желаний. смири себя и исцелишься сначала душой, а потом и телом, но не предпочитай здоровье тела здоровью души. Обновление человека начинается с обновления его ума. Кого объединяет только выгода, бросают друг друга в беде, но кого объединяет Бог, всегда поддерживают друг друга и в беде сближаются еще больше. Когда мы мечтаем служить святым, часто оказывается, что мы желаем, чтобы сами святые служили нам. Богу нужны те люди, которые борются за то, чтобы стать добрыми, а не те, которые считают себя такими. Есть страх Божий и есть страх человеческий. Страх Божий – это смирение, страх человеческий – это трусость. Для Бога не важно, что ты делаешь, а как ты делаешь, мирно и смиренно или нет. спасение достигается только тогда, когда к нему стремятся постоянно, а не от случая к случаю. Имей в себе цельность и обязательно придешь к истинной цели. Собери свой ум, рассеянный по всему миру, и вечность откроется тебе в то же мгновение. Никогда не доверяй этому миру, он подарит тебе только пустышки вместо истинной жизни. Нет бескрылых людей, просто не все люди умеют пользоваться своими крыльями. Бог никогда не отходит от той души, которая борется за то, чтобы стать добрее. Всегда доверяй только Христу, ибо он и есть истинная жизнь, и Христос вручает нам эту жизнь навсегда. Неизбежный итог пустой жизни усталость от нее. Ибо что такое жизнь ваша, пара, являющаяся на малое время, а потом исчезающей? Пусть этот мир предлагает нам самое лучшее, но душа знает, что свобода лучше всего, и пользующийся миром должны быть как не пользующийся. К чему сердце привязано, то его и убивает. Таков этот тленный мир. Душа, которая может принести плод, очищается страданиями. Омертвление бесплодной души приближает ее отсечение. всякое дерево, приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Чем меньше дорог, тем больше покоя. Чем тише живешь, больше поймешь. один шаг вправо рай, один шаг влево ад. Один добрый помысел и открывается рай, один дурной открывается ад. Детство это совершенное отсутствие всякого самолюбия. Перешагнешь через самолюбие, встретишь свободу от самого себя. Нескончаемая свобода это только Христос. Легче приучить ядовитую змею, чем укротить самолюбие. Не затеряйся в мире книг, как в безводной пустыне. Пусть все книги пишут о пользе воды, но ты сможешь утолить свою жажду только из родника, а не из книг. Добрые дела, которые мы делаем с неохотой и ропотом, омерзительны перед Богом и перед людьми. Но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Возможность вместить приходит со временем, но для каждой души свое время. Самое лучшее богатство совершенное разумение воли Божией. Самая труднопостижимая нищета духовная. Философия это предельное обольщение человеческого ума. Есть только два варианта жизни по течению и против течения. Жить по течению значит признать свое поражение и ожидать конца. Жить против течения значит каждый день понуждать себя быть достойным призвания человека. Призвание человека посильное уподобление Богу. Когда мы помогаем другим людям это посев. А когда люди помогают нам это урожай. Тот кто не хочет чтобы им управляли помыслы всегда опасается как бы не попасть в их ловушку. Тот кем помыслы управляют живет безрассудно и служит им безоговорочно. Лучше вечно начинать жить с Богом чем бесконечно долго умирать без него. Недоброе сердце не имеет утешений. Но доброе сердце уже само есть утешение, ибо Бог близок к нему. Страдания отвращают нас от этого мира лжи, а радости привязывают к нему. Эта жизнь уже сейчас для одних людей есть начало рая, а для других начало ада. Часто человек предпочитает иметь ложные счастья, чтобы заполнить им отсутствие настоящего счастья, потому что живет по обычаю мира сего. не ищи добра, сам твори добро. Будь добрым всегда, даже когда это кажется невозможным. Наша увлеченность внешней деятельностью зачастую Бог останавливает болезнями. Не получится спасти страну, если прежде не спасешь свою душу. Спаси самого себя, а если получится, можешь попытаться спасти страну. Богачи окружают хитрицы и краснобаи. а честные и прямодушные тянутся к мудрым. Для слепого даже одноглазый лучший помощник. Весь окружающий мир указывает тебе на то, что внутри тебя, а ты бесполезно ищешь это в мире. Ты высоко дерево ветер качает сильнее, так и гордым жизнь сопротивляется больше. Тот, кто нехоти следует добру, не способен совершить даже малое доброе дело. Неверные в малом неверены во многом. Тому, кто ничего не делает, невозможно ничего объяснить, даже если говорить с ним с утра до вечера. Если послушники непослушны, это хуже, чем если бы их совсем не было. Если человек не умеет слушать, чем он лучше глухого. Есть смерть душевная и есть смерть духовная. Чтобы жить духовно, нужно умереть душевной смертью. Но большей частью бывает наоборот, к сожалению. Держись за жизнь, потеряешь ее. Убегая от смерти, приблизишь ее. Вернешься к Богу, обретешь вечную жизнь. Чем больше торопишься, тем медленнее движешься. слепого? человек не умеет видеть, чем он лучше слепого? Если человек не умеет владеть своим умом, чем он лучше сумасшедшего? Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым. Достаточно быть добрым. Тот, кто обманывает других, в первую очередь обманывает самого себя. Бессмысленно жить демонический символ веры, который зло внушает людям. Достоинство человека бороться со злом в себе до последнего вздоха. Дружба, в которой нет Бога, это духовная смерть. Богачи это машины для добывания денег, сохранившие только оболочку человека. Добрые дела богачей подобны добрым делам поливочной машины, которая безразлична, что будет после ее полива. Есть деньги, нет совести. Есть совесть, нет денег. Не можете служить Богу и мамоне. богатство земное и богатство духовное несовместимы. Добрые дела не то, которое радостно делать, а то, которое необходимо делать. одни люди имеют голову, но не умеют держать себя в руках. Другие умеют держать себя в руках, но не имеют головы. Все они не годятся на то, чтобы помогать другим. красивый узор может оказаться расцветкой на шкуре тигра в лесу. Так и хорошие по виду мысли могут стать причиной гибели души. Все, что видишь, слышишь и чувствуешь без Христа, неправда. Все, что думаешь, говоришь и делаешь без Христа, не истина. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. У того, кто любит деньги, сердце становится продажным. У каждого человека свой возраст для болезней, которыми душа очищается от страстей. В каждом человеке мы можем найти причину для разногласий, но лучше самим не иметь то, что нам неприятно и в других. Если ничего не делать или напротив делать недолжное и ездить по старцам, это значит зря беспокоить пожилых людей. У каждого человека позади жизнь, безвозвратно ушедшая в заботах о попечениях, впереди плод всех забот о попечении, неизбежная смерть. суета привлекает к себе смерть, покой привлекает бессмертие. Одно и то же действие в зависимости от обстоятельств может быть и добрым, и недобрым. Смерть души страшнее смертью тела. Не бойтесь убивающих тела и потому не могущих ничего более сделать. Упорную душу поддерживает Бог, а упрямую дьявол. Жизнь не имеет тупиков. Человек сам заходит в тупики. у Бога даже страдания наши помощники. Потеряй себя и еще потеряй, и удивлению твоему не будет конца. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. И сопереживать опыту спасения другого человека совсем не значит обрести собственное спасение. Грезы о своем спасении это далеко не само спасение. Всегда иди вперед, не останавливайся. Просто иди вперед и все. И есть два вида молчания. Можно говорить всю жизнь и не сказать ничего дурного. Можно молчать всю жизнь и не сказать ничего хорошего. Когда мы бьемся головой о стену, мы укрепляем эту стену своим головой. Тот, кто живя в городе, тоскует о своем уединении, а удалившись в уединение, тоскует о городе, можно сказать, что он дважды обворован. Только тогда, когда приходят трудности, познается красота человеческой души. Людей, красиво рассуждающих о бедности, часто можно встретить рядом с богачами. добра, больше отклонишься от добра, тем больше испытаешь несчастья, которые помогают непокорным возвратить образ мыслей праведников. совершенное добро, это совершенное счастье, а все, что не добро, это уже не счастье. Для человека жизнь самая важная, поэтому в жизни ничего нет неважного. чем больше грехов, тем крепче железные оковы дурных действий и дурной жизни. пока не подаришь последний рубль нищему, никогда не получишь в дар миллион, тем более царство небесное. Сделать недоброе все равно, что подавиться от обжорства. Почему люди, делающие дурные дела, гибнут? Потому что никого не слушают. Чтобы жить правильно, нужно уметь слушать. Большинство людей пытается достичь в этом мире как можно большего, и они слишком поздно спохватываются, что выбрали ложное направление, которое уже трудно изменить. Чем ближе к центру вращающегося круга, тем меньше скорость вращения. Чем ближе в суетном мире к Богу, тем больше покой. Как мухи кружат возле меда, так мысли кружат возле души. «Чтобы узнать полезное, нужно уметь спрашивать. Чтобы уметь спрашивать, нужно уметь делать». «Когда слушают умом, ум борется с умом, а когда слушают сердцем, сердце сливается с сердцем. Ум это смерть, сердце это жизнь. Дабы вы знали, что вы, веруя сердцем в Сына Божия, имеете жизнь вечную. если этот мир ложен, то все направления в нем ложны. Бог скрывает себя за покровом обыденности, но чистое сердце проникает за эти покровы. «То, что не главное, живет и укрепляется, а то, что главное, не замечается, его словно бы не видно. Добро начинает путь медленно, но всегда приходит к цели. зло быстро выходит вперед, но всегда терпит крах. Тому, кто действует по своей воле, можно посочувствовать. Тому, кто действует по послушанию, можно позавидовать. Нельзя делать свою жизнь зависимой от настроения и от своего эгоизма. Непрерывным усилием каждый раз начинать все сначала побеждается эгоизм. Все, что не Бог, трагично. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вели речи в делах веры отвратительно. Зачастую, стремясь доказать, что у нас нет гордости, мы тем самым доказываем, что она у нас есть. Снова положить доброе начало, в этом и есть радость следования за Христом. очень ранимый в духовной жизни означает очень тщеславный. От ядовитых мыслей человек становится подобен ядовитой змее. У врага хитрость, у человека мудрость. вся сила в посте, но не в голоде. Увеличение понятий представлений не означает увеличение истины. чему бы мы не научились без Христа, все это в конце концов совершенно бесполезно. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Истину трудно постичь, а еще труднее исполнить. Если что-то доброе необходимо сделать, делай это немедленно, невзирая на помехи. Если что-то недоброе не следует делать, не делай этого, невзирая на угрозы. если ценить дела и не ценить людей, люди не будут ценить дела, а для дел не найдется людей. Хочешь узнать тщеславного? это тот, кто не хочет слушать никаких советов. Добрый к собаке и недобрый к человеку не может считаться истинно добрым человеком. Добрый к одному человеку и недобрый к другим людям не может считаться истинно добрым человеком. Добрый к одному народу и недобрый к другим народам не может считаться истинно добрым человеком. Горькие запоздалые сожаления у того, кто неудачно женился, кто падает в пропасть и кто смертельно заболел, не успев отречься от мира. Горькие запоздали Чем настойчивее борешься за здоровье, тем скорее его потеряешь. Чем сильнее отталкиваешься от суеты, тем крепче к ней привязываешься. Для одних людей жизнь открывается как добро, а для других – как сделка с жизнью. И не всегда жизнь неудачна у первых и удачна у вторых. Там, где заканчивается граница мысли, начинается этот мир. Там, где возникают мысли, начинается сознание. Там, где прекращаются мысли, начинается неизреченное. Мысли – это периферии сознания. Мир – это периферии мыслей. Правда всегда выяснится, и неправда тоже. Поэтому, держась правды, нет повода расстраиваться от клеветы и неправды. Когда мы поймем, что там лучше, чем здесь, мы поймем, что там – это и есть здесь. Есть на свете одна огромная река. Она не имеет начала, не имеет конца. И названия у нее нет. Левый берег у этой реки – смерть, правый берег – жизнь. А сама река – не жизнь и смерть, но ведает жизнью и смертью. Из нее рождаются в жизнь, и из нее переходят в смерть. А тот, кто плывет по этой реке, забывает о жизни и забывает о смерти. Не делай в своем клетье для сговора бесов на зло, а сделай клетье для покаянной молитвы во спасении. Когда человек убегает от сердечной боли, которую ему причиняют люди, он приходит к еще более тяжкой боли, боли богооставленности. Невозможно отречься от мира, прилепившись к нему сердцем. Оторви сердце от мира, и миру не за что будет держаться. Если Христос у вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если иногда кажется, что ничего не получается, не переживай, получается. Только не там, где ты ждешь. Если ты закрываешь сердце от людей, то закрываешь его и от Бога. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Только смирившись, человек может уверовать в Бога. Чем ближе к людям, тем дальше от Бога. Чем ближе к Богу, тем ближе к людям. Мысли — это не жизнь. Жизнь — это чистое сердце. Не стыдись признаваться, что ничего не знаешь. Тем более, что это так и есть. Только глупость полагается на саму себя. Чистое сердце не может быть недобрым. Мир — это мир смерти, в котором тебя не ждет ничего, кроме гибели. Бог — это мир бессмертия, в котором нет ничего, кроме вечной жизни. Оставь смерть, выбери жизнь Христа. Мир наступает на душу не вещами, а страстями. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Ценность человека состоит в его постоянном поиске Бога. Постящихся и молящихся много, а добрых и кротких — мало. Самые сложные вещи понять проще, чем самые простые, которые понять несравненно сложнее. Поймай свою птицу счастья, легкий, порхающий, беспокойный и непоседливый ум, сетью постоянной внимательной молитвы. Нам неприятно не то, что люди поступают нехорошо, а то, что мы о них нехорошо думаем. Важно не то, что ты думаешь о Боге, а то, пребываешь ли ты в нем своим сердцем. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете, дело плотские, то живы будете. Жизнь в суете — это лики смерти. Жизнь в отречении от суеты — это лик бессмертия. То, что принадлежит нам, от нас не уйдет, даже если мы будем убегать от него. А то, что нам не принадлежит, мы никогда не догоним, даже если будем за ним гнаться. Те, кто в религии утешаются лишь душевными и поверхностными переживаниями, не изменяясь глубоко внутренне, остаются людьми от этого мира. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Солнце не может светить только в одно окно. Но люди хотят, чтобы Бог был только у них и не у кого другого. Надежды на Бога никогда не бывают пустыми. Это только люди бывают без надежд. Если люди шире узкого евангельского пути, то силы их в него не затянешь. Раньше появлялись преподобные и вокруг них строились монастыри. А теперь строят монастыри и ждут в них появления преподобных. Жить с Богом – это значит жить сердцем. А жить с миром – значит жить головой. Когда душа увидит, что жизнь в миру – это пустота, тогда же она сразу понимает, что жизнь в уединении – это то, что ей больше всего нужно. Люди, люди, жалкость, дерганная жизнью. Как вас глубоко жаль. Это молитва. Молитва без слов. Заблудился – значит страдай. Если страдаешь, значит найдешь выход. Что страшнее всего? Запоздалое раскаяние. Что лучше всего? Постоянное покаяние. Какие страдания самые горькие. Те, которые рождены нашими собственными заблуждениями. Какое счастье самое высокое. То, ради которого мы отказались от самих себя. Если есть, что хранить, значит есть, что и потерять. Если нечего хранить, то нечего и терять. Если имеешь то, что может хранить само себя, то нечего страшиться, что можешь это потерять. Сам по себе мир не страшен. Страшен только своевольный ум. Бог ничем не ограничивает человека. Человек ограничивает сам себя. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Человек стремится закрепиться прочнее в этом мире, из которого Бог старается освободить человека. Чтобы стать метким стрелком, люди стреляют в мишень много раз и поначалу много промахиваются. Так и в духовной жизни. Чтобы стать духовным стрелком, легко рыбке попасть на крючок, но трудно, очень трудно от него освободиться. Так и богатство. Можно легко обучить столярному делу того, кто имеет способности столяра, но трудно обучить духовной жизни того, кто имеет наклонности к мирской жизни. Тот, кто считает себя умнее других, часто оказывается глупее других. Есть люди, которые ставят себя на место других людей, предварительно убив их своей гордостью. «Если не победишь суетную мысль, вся твоя жизнь будет бессмысленной». «Для мелкой души и Евангелия мелко, и небеса». «Знающий многое все равно, что не знает ничего». Бог не воюет с добрыми людьми, но попускает войны недобрым, не познавшим Бога и не покоряющимся волговествованию Господа нашего Иисуса Христа. «Христос — это дверь, вводящая в бесконечное бытие Божие. И Он есть прежде всего. И все им стоит». «Когда послушник слушает старца, это все равно, что лошадь везет телегу с грузом. А когда старец уступает послушнику, это подобно тому, как пустили груженную телегу с привязанной сзади лошадью под откос». «Взрослые и ребячливые люди, не оставившие своих грехов, не входят в Царство Божие, а взрослые, ставшие безгрешными детьми, входят в Него. Всякое принятое решение, в котором нет Христа, обречено. Всякий принятый помысел, в котором нет Христа, порочен. Всякое задуманное желание, в котором нет Христа, трагично. «Если борешься с малым горем, то приходит большое горе, а если умеешь терпеть, то проходит малое горе и не приходит большое». «Если корни дерева крепки, то и его ветви густы. Если родители святы, то и дети становятся похожими на них». «Если общаешься с Богом, людей не теряешь. А если общаешься с людьми, теряешь Бога, когда ищешь славу человеческой». «Книги – это хлеб нарисованный, а жизнь – это хлеб настоящий». «Не так трудно заработать деньги, как трудно их отдать». «Врата в рай – это еще не сам рай». «Шить можно только тогда, когда нитка следует за иколкой. Старец – это игла, а послушник – нитка». «К возвышенной красоте привыкнуть невозможно, а зло пристает к душе само собой, ибо плоть желает противного духу». «Хорошо приносить счастье людям, когда они меньше всего этого ожидают». «Молитва сама стремится к человеку, который всем сердцем стремится к ней». «Люди больше всего боятся свободы, и поэтому всегда выбирают рабство». «Жестокое сердце – мертвое сердце, и только смиренное сердце – живое сердце». «Монах – это тот, кто всегда помнит, что ему предстоит умереть». «Бояться быть добрым – последний предел трусости». «Мосли – это осадок сознания, который совсем не нуждается в этом осадке. все, что совершается с помощью осадка сознания, порочно». «Есть сердца, есть сердца, подобные чистым озерам, и есть сердца, подобные жутким трясинам. «Глаза человека – это отражение его сердца». «То, что совершается сознанием без осадка, совершенно». «Есть книга, в которой нет букв и слов. Но читая ее, все в жизни становится понятным». «Когда люди хотят счастья только для себя, они лишаются и того, что имеют». «Во Христе смерти нет, но понять это мешает человеку страх смерти». «Беспрестанно говорить по четкому молитву и не следить за чистотой сердца значит остаться с одними четками, не обретя Бога, который открывается только чистому сердцу. На пути борьбы с помыслами монах должен быть постоянно готов умереть. «Только так он может победить смерть». «Критиковать» – это вовсе не признак мудрости. «Хвалить» – это вовсе не признак доброты. «Все прекрасное открывается только целомудренному сердцу». «Никто и никогда не может завладеть счастьем другого человека». «Путь искусства в познании мира и человека всегда обречен и трагичен». «Красота не может быть одна. Ей нужно, чтобы кто-то любил ее». «Человека убивают не обстоятельства, его убивают мысли, ибо заботится и суетится о многом». «Святые страдают добровольно по своей воле, а мы невольно по своей вине». Дети любят пускать мыльные пузыри. Но если внимательно присмотреться к жизни, то можно заметить, что взрослые тоже любят мыльные пузыри своих дел и увлечений. В конце концов оказывается, что вся жизнь без Бога как один большой мыльный пузырь. Душевная глухота развивается в нечистом сердце, и оно перестает слышать людей, даже если такому человеку люди будут кричать на ухо во всю горло. Человек, который не хочет делать добро другим, не находит его и сам. Когда люди живут, то думают, что они умнее Соломона, а он был неправ. А когда умирают, со скорби понимают, что все же это царь Соломон был прав, а не они. Когда человек забывает Бога, в нем появляются мысли о переустройстве всего мира. А затем приходят мысли о насилии над теми, кто не желает этого переустройства. Тот, кто стремится к насилию, первым гибнет от этого насилия. Тот, кто стремится к добру, первым пожинает плоды добра. Когда человек по своей греховности теряет общение с Богом, в нем появляются мысли о покаянии. Когда утрачивается покаяние, появляются мысли о помощи людям и совершении добрых дел. Когда исчезают понятия о помощи людям и совершении добрых дел, появляются мысли о дисциплине, порядке и о принуждении к ним всех людей. Стремление к принуждению и насилию приводит к окончательной смуте и гибели всего существующего. Бог легко может отдать себя человеку, но только тому, кто может его вместить и сберечь, и никому другому. Все никогда не может измениться и перестать быть, потому что все никогда не меняется и не перестает. Когда легко и радостно жить? Когда в сердце ничего нет, кроме Бога? Когда жить тяжело и мучительно? Когда у тебя все есть, а Бога нет? Не победив мир, не придешь к Богу. Победишь мир, и Бог сам придет к тебе. Одно дело – помогать различным программам помощи людям, а совсем другое – просто помогать живым конкретным людям. При слове «деньги» у людей ладони сжимаются в кулаки, а при слове «смерть» кулаки разжимаются. Выйдешь из смирения – встретишь сердечную боль. Вернешься в смирение – встретишь Христа. Если мы сами не поселим себе в ад, никто не сможет сделать это с нами насильно. Если мы стремимся в рай, никто не сможет помочь нам, кроме Христа. Я один несу ответственность за все дурное в мире, когда теряю Христа. Жизнь – непрестанное исчезновение, и только Бог – это непрестанное рождение в Духе Святом. Жизнь существует никак не приложенный факт. Она как будто существует, то есть условно. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Жизнь существует благодаря молчаливому договору людей не помнить, что есть смерть. Пока жизнь не прожита полностью, невозможно быть спокойным за нее. Искренность покаяния доказывается делами, а не словами. Одиночество и его виды. Одиночество без братьев и сестер, Одиночество без родителей, Одиночество без любви, Одиночество без людей, Одиночество гения, Одиночество святости, Одиночество без Бога – самое тяжелое. То, когда чего-то нельзя ради Бога, это гораздо лучше того, когда все можно без Бога. Если тебе предстоит что-то сделать, то смотри внимательно, в какие врата ты входишь, в узкие или широкие. Счастье – это когда мы идем за Богом, а несчастье – это когда Бог идет за нами. На страданиях мы родились, в страданиях мы учимся и страданиями спасаемся. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Благодать живет в живом, преображенном ею человеке, а не в кусках глины. Человек, умертвивший себе ради Бога, живет новой жизнью, не имеющей конца. С радостью принимай каждую боль и страдания. Это все проявления вечной жизни, которые они не могут уничтожить. Чем больше хочешь жить, тем быстрее умрешь. Чем больше хочешь умереть, тем дольше будешь жить. Если хочешь, чтобы кому-нибудь стало легче, нужно, чтобы тебе добровольно стало тяжело. Нерешительный человек ни к какому делу не годен, тем более к духовной жизни. Печально, когда люди, любящие противоречить, этим ограничивают себя, а любящие человека угодничать, обворовывают себя. Мир ищет радости и наслаждений, а находит гибель и отчаяния. Верующие сердца ищут покаяние и сокрушение, а находит мир и радость в Духе Святом. У Бога более всего возможно самое невозможное. Кто ищет праведности, становится праведником. Кто ищет святости, становится святым. Кто ищет Бога, соединяется с Богом. Как крепко не держишься за эту землю, а земля уходит и уходит. Терпение – ключ ко всем духовным сокровищам в Господе. На вратах рая есть надпись «Терпение». Главное для Бога – готовность души к самопожертвованию. Все остальное вторично. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Длинный путь бывает самым коротким. Это относится не только к дорогам. Монахи и новые одежды хороши только новыми. Пока в жизни что-нибудь поймешь, много слез прольешь. Если ты задумаешься хотя бы на мгновение, когда у тебя просят милостыню, ты никогда не подашь ее. Если ты хочешь победить, то сначала ты должен решиться умереть. Много скетов подняли большие труды и очень мало людей большие скорби. Если ты думаешь, что ты достиг святости, значит, ты не достиг ее. Лучше одна большая победа на фоне малых поражений, чем малая победа на фоне одного большого поражения. Только тот истинно живет, кто все время начинает жить заново. Когда мы плюем в ближнего, мы всегда плюем против ветра. Бог нас всегда окружает теми людьми, с которыми нам необходимо исцелиться от своих недостатков. Кто себя постоянно заставляет быть добрым, тот всегда сможет им быть. Зло никогда не бывает неумышленным. У него всегда есть скрытая причина для совершения зла. Все ошибки и недостатки всегда принадлежат нам, а все успехи и достоинства всегда принадлежат другим. Бог долго готовится, но быстро делает. А люди быстро обещают и долго исполняют обещанное. В миру можно найти только одно – кладбище. Чем больше человек лечится, тем больше болеет. Мирские люди гоняются за вещами, а отрекшихся от мира преследуют сами вещи. Тот, кто обучился пребывать в Боге, не строит никаких планов. Тот, кто старше самой вечности, не стар. Тот, кто отворил мир, скрыл себя от мира. Самый страшный фанатизм – фанатизм борьбы за правду, ибо правда побеждает без борьбы. Фанатизм борьбы за правду – это другая сторона лжи, и правдой быть не может. Когда воля человеческая становится важнее воли Божьей, появляется воля вражеская. Чем больше слушаешь, тем меньше услышишь. Чем больше смотришь, тем меньше увидишь. Покаяние – это и есть пост сердца, стяжавшего умение жить, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Кто рассчитывает на свои силы, долго не продержится. Кто отталкивает других, долго не устоит. Из пустой и чистой комнаты исходит остепительный свет, а из комнаты, заваленной хламом, исходит зловоние. Светильник всем светит, потому что в нем сгорает масло. Хочешь сберечь масло – не зажигай светильник, но тогда масло испортится и его выльют. Загляни в быструю бурную реку, не увидишь ничего, кроме пены. Загляни в колодец с чистой водой. Ясно увидишь свое отражение. Когда люди думают, что они уже захватили в свою власть всю землю, неожиданно обнаруживается, что они ничем не владеют. Чем человек доказывает свою преданность Богу? Отсутствием страха перед опасностями. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Когда в нас неразличимо мало то, что связывает нас с людьми, тогда в нас необозримо велико то, что связывает нас с Богом и помогает нам крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. Тайна подлинно существует. И хорошо то, что она невидима и не имеет облика. Тем лучше на ее фоне видны поступки и действия людей. Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы, Господа Слава, Невыразимое постичь можно, но увидеть нельзя. Можно обладать всей мудростью мира сего и не знать, как спастись. И можно знать, как спастись, но не быть мудрым. Царь среди людей – это пыль перед Богом. И человек, подобный царю, перед Богом словно пыль среди людей. На широких путях мира всюду подстерегает усталость. Но на пути богопознания нет места усталости. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Если садовник полюбит только один вид роз, всем другим розам придет конец. Если человек привяжется к одному человеку, другим людям нет места в его сердце, тем более Богу. Бог дает человеку не то, что человек хочет, а то, что он заслужил. Путь размышления и многознания – путь, не извергающий душу в бездну мучительных ошибок и заблуждений. Храни преданные тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжиименного знания. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!